Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Андрей Тужик, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России Паризанской области. Андрей Анатольевич, давайте подведем итог 2019 года. Как я понимаю, интернет-мошенничество остается до сих пор достаточно популярным. Почему это происходит? В наше время интернет-мошенничество злоумышленники ставят в приоритете, так как это преступление, которое совершается в удаленном расстоянии. Можно обманывать людей, находящихся в других регионах. При этом, используя современные технологии, можно осуществить различный вывод денежных средств различным путем. Нередко мошенники звонят под видом банковских работников. Как себя обезопасить в такой ситуации? «В наше время это один из самых популярных способов обмана граждан, когда преступники используют подменные номера, всем известные как 8 800 495, звонят гражданам и представляются работниками службы безопасности банка, где поясняют доверчивым гражданам, что с их счета осуществлен перевод, который необходимо остановить, либо с их онлайн-банка взят кредит. В этом случае стоит незамедлительно прекратить общаться с представителями якобы банка, положить трубку и обратиться в отделение банка. Если возможности обратиться в отделение банка нет, то на банковской карте сзади указан номер банка, в котором у вас открыт счет. Позвонить туда и совершить блокировку своей банковской карты. Это вас избавит от дальнейшего списания ваших денежных средств. И сотрудники службы безопасности банка в принципе никогда не звонят. Если по вашей карте или по вашему счету проходят какие-то сомнительные операции, то вашу банковскую карту либо счет просто-напросто заблокируют. И вы уже будете сами разбираться, по какой причине это произошло. Звонить со службы безопасности банка вам никто не будет. Что касается звонков, когда говорят, что родственник попал в беду, это остается актуальным? Да, в наше время это остается актуальным. Порой на уловке мошенников, которые действуют таким способом, попадаются лица престарелого возраста, пенсионеры, которые, наверное, не очень знакомы с современными технологиями. Они переживают очень за своих родственников, особенно бабушки, дедушки, за внуков, детей. И идут на поводу у мошенников. Делают все действия, которые им говорят. Если вдруг вам позвонили и сказали, что ваш сын попал в ДТП, либо с ним случилось какая-то неприятность, что необходима какая-то там сумма денег для решения какого-либо вопроса. Необходимо тоже незамедлительно прекратить общение с преступником и позвонить просто своему родственнику. Если до него дозвониться не удается, всегда можно позвонить супруге родственника, либо тому, кто с ним может находиться рядом. Могу вас уверить, что в 100% случаев такой ситуации нет. Но вот что касается социальных сетей, они практически есть у всех и нередко страницы взламывают. С этим вы тоже работаете? Да, с этим направлением мы тоже работаем. В наше время это не редкость, когда в социальных сетях вскрывают страницу владельца. Со страницы владельца отправляют друзьям и знакомым рассылку сообщений, где просят там либо помочь в связи с трудно сложившейся ситуацией, либо под еще каким-то предлогом. Что необходимо делать в этом случае? Во-первых, никогда не надо пересылать деньги сразу. Необходимо связаться с владельцем страницы, осуществить ему звонок, спросить, на какие цели ему нужны, и нужны ли ему денежные средства. И если действительно они ему нужны, то договориться с ним, передать ему денежные средства. По социальным сетям никогда не стоит обсуждать финансовые дела. Никогда. По объявлениям в сетях тоже часто звонят мошенники. Здесь как себя вести? По объявлениям в сетях это тоже один из в наше время популярных способов обмана. Но начнем с простейшего, то что злоумышленники в различных интернет-магазинах, интернет-сетях размещают объявления о продаже каких-либо товаров по заниженной цене. Что привлекает, соответственно, доверчивых граждан, которые осуществляют им перевод, предоплату за эти, либо полную оплату за это имущество, за эти вещи. Соответственно, после чего страница удаляется и предоплата вам не возвращается. То есть люди сами переводят деньги мошенникам. Действовать необходимо в таком случае, то есть если вы приобретаете товар, ни в коем случае не переводите предоплату, если вы не знаете продавца лично. Ни в коем случае не переводите предоплату за товар. Все время осуществляйте оплату при личной встрече, если вам необходимо приобрести какой-то товар. Выйдите, посмотрите, оцените, соответствует ли он действительности, соответствует ли он заявленному качеству. И уже после того, как вы посмотрели и оценили этот товар, осуществляйте его приобретение. Нередки случаи, когда мы с вами размещаем различные товары сами в различных интернет-ресурсах, абсолютно любые вещи. Вам звонят злоумышленники и предлагают вам внести предоплату. И под этим предлогом они хотят узнать данные ваших банковских карт, банковских счетов. Соответственно, для перевода у нас граждане диктуют все данные своих банковских карт, которые есть на карте. Передают эту информацию жулику, он пользуется и подключается к мобильному банку, где уже списывает деньги со счета. Поэтому никогда, никому, ни в коем случае не передавайте данные банковских карт, так как это может привести к потере ваших денежных средств. А есть ли какая-то статистика раскрываемости таких преступлений? Многим ли возвращают деньги? Раскрываемость, статистику, точные цифры я вам приводить не стану. Постоянно мы ловим злодеев, привлекаем их к уголовной ответственности. Есть лица, которые задержаны у нас в различных регионах. Злоумышленники совершают отношения жителей Рязани, находясь в таких городах, как Иркутск, Астрахань, Волгоград. То есть география, она очень обширная, нахождение злоумышленников. При расследовании уголовного дела мы стараемся, чтобы деньги были полностью возвращены потерпевшим. Вот если деньги все-таки сняли, куда идти человеку, куда обращаться, что надо в первую очередь сделать? Если вы все-таки попались на уловку мошенника, либо перевели деньги, либо вас украли, первым делом необходимо обратиться в банк, где постараться, если деньги еще не были там сняты, необходимо написать соответствующее заявление в банк для блокировки данного перевода. В банке написать, что у вас были эти деньги похищены мошенническим путем, написать там соответствующее заявление, после чего незамедлительно обратиться в полицию с заявлением. Вот на email иногда приходит, что вы заказали какой-то товар, и стоит он, например, 40 тысяч рублей. С таким сталкиваетесь? Преступление такого плана происходит в меньшей степени. Лица привлекаются к уголовной ответственности, просто игнорируйте смс-рассылки. Не ведите, потому как содержание, да, от вас опять пытаются получить ваши банковские карты, данные ваших банковских карт. Соответственно, можете скачать вредоносное программное обеспечение, которое, да, подключится к вашему онлайн-банку, и будут списаны деньги. Поэтому так называемый спам просто игнорируйте. Если вы не знаете, от кого пришло сообщение, просто удалите его и не читайте. Что касается предоставления кредита, часто ли попадаются граждане на такую ловку? Не редкий случай, когда граждане в поисках кредитных средств и займов начинают на различных интернет-ресурсах, во-первых, оставлять свои личные данные, во-вторых, связываться с неспроверенными представителями, опять же, банков, где зачастую их просят перевести деньги для того, чтобы им предоставить кредит, просят перевести денежные средства за проценты за этот кредит, либо за страховку. Вот. Это все обман. Никогда не... Если вы берете кредит, то вам свои деньги вносить не надо. Вам их предоставляет банк. Никогда никому не переводить никакие суммы. Эти деньги будут потеряны, и вы будете обмануты. Не переводить никому денежные средства. По каким еще схемам работают мошенники? Приведите примеры. Есть такой у нас, да, вид еще преступления, как бы он там очень мал, но в основном, да, под него попадают престарелые граждане. Это вам звонят люди, представляются там сотрудниками госорганов, органов, либо адвокатами, которые говорят, там, ранее вы там приобретали какие-нибудь там лекарственные препараты. Сейчас мы споймали жуликов, привлекаем их к ответственности. Вам положена компенсация там порядка там трех миллионов. И просим вас там перевести. Для того, чтобы получить эти деньги, вам надо оплатить там ихнюю инкассацию, ихнюю перевозку. Соответственно, услышав крупную сумму денег, которую может заполучить гражданин, они просто не глядя переводят за умышленником там по 100, 200, 300, 400 тысяч, 500 и даже больше миллиона. Ни в коем случае не общайтесь с представителями подобных органов по телефону. Сразу обращайтесь в полицию, если вам поступают соответствующие звонки. Кстати, один вот из примеров у нас был, как пока преступление остается нераскрытым. Обманули одну женщину, осуществили звонок из банка, якобы представитель службы безопасности, говорит, что ее вклады находятся под угрозой, что их необходим положительный безопасный счет. Для этого попросили женщину снять все имеющие у нее денежные средства, а у нее находилось порядка полутора миллионов рублей на счетах. Она пришла в банк, не общаясь с сотрудниками банка, запросила всю сумму, получила ее, и потом в банкомате порядка двух часов приводила ее злоумышленникам настойчиво. И злоумышленники ей пояснили, что с сотрудниками банка общаться не надо, они хотят вас обмануть. И она настойчиво переводила денежные средства злоумышленников, полтора миллиона. Совсем недавно было, когда женщине тоже звонили, якобы представителями банка, там ущерб был порядка 500 тысяч рублей. Несколько дней ее разводили, скажем так, обманывали злоумышленники, рассказывая, что там необходимо спасти ее денежные средства. В течение всего этого времени потерпевшая поясняет, что она понимала, что ее обманывают, но все равно продолжала выполнять все указания злоумышленников. Поэтому будьте бдительны, обращайтесь за помощью в полицию, приходите, у всех примут заявление, всем помогут, все расскажут, даже если необходима консультация, обращайтесь, никто никогда никому не откажет. Давайте подытожим нашу беседу и напомним нашим телезрителям, как себя вести, если подозрительные люди звонят. Если вам вдруг, уважаемые граждане, звонят сотрудники, представляются банковскими работниками, работники интернет-магазинов, вообще кем угодно, сотрудниками прокуратуры, никогда не называйте, во-первых, данные своих банковских карт, свои личные данные. Постарайтесь этот разговор незамедлительно прекратить и обратиться в тот орган, откуда вам осуществлен звонок. Либо, если это проблемный звонок, опять же, по родственникам, то свяжитесь сначала с родственниками, прежде чем принимать какие-либо действия. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова